Всем привет! С вами Маша и Гоша, Florarium Plants. И мы находимся с вами в аптекарском огороде, где мы сегодня уже в третий раз пытаемся переделать аквариум во флорариум. И, собственно, мы наконец-то закончили переделку банки, и сегодня мы будем заниматься декорированием и фоном. Сначала мы наклеим на заднее стекло полупрозрачный фон из пленки Аракал. Стекло заднее поврежденное, оно и царапанное, ну и плюс сзади самой банки находится непонятно что, и смотреть на это не очень приятно. Поэтому мы будем сейчас это все затенять. Стекло мы предварительно вымыли моющим средством для стекла. И теперь мы пытаемся разъединить пленку от бумажной основы, чтобы впоследствии приклеить. Не очень просто. Аракал клеится на воду, желательно на воду с мылом. Здесь у нас разведена обычная космосная вода и средства для мытья посуды. Обильно опрыскиваем стекло, чтобы оно было все мокрое. Аракал вырезан куском немножко большим, чем задняя стенка, потом мы края будем обрезать. Сейчас... Тащи бумагу. Отделяем... Так, стой. Аккуратно. Нет, ты сюда вот зайди. Сюда зайди ко мне. Так. И тащи вниз. Полностью не отдираем. Вот это вот нельзя выпускать. Это отрывает она. Стащи немножко бумаги вниз. Чуть-чуть. Все, прикладываем пленку с небольшим запасом. Начинаем разглаживать карточку рану. Теперь снимаем остатки бумаги. И при помощи пластиковых карточек выгоняем пузыри. Вообще это делается специальными резиновыми, как их называют, шпателями. Вот. Но мы забыли. Поэтому подойдет и карточка. Выгоняем пузыри, естественно, от середины к краям. Практически все пузыри выгнаны. Теперь берем новое лезвие канцелярского ножа и обрезаем излишки пленки прямо по углу стекла. В общем, два лезвия наполнятся. Вроде ничего не течет. Вау, вау. Это наши декорации. И сейчас мы из них будем что-нибудь ваять. Ну, идея-то у нас есть. Вот что получится, мы увидим. В общем, нам надо собрать адовую штуку. И мы думаем, как ее закрепить. И вот одна из версий. В общем, мы хотим закрыть фитинги так, чтобы мы сегодня будем пенить. Надеемся, что мы до этого дойдем. Чтобы на фитинге не попадала пена, они не испортились. Мы решили закрыть их пластиком, потому что тупо забыли пленку. Вот этот плоский, плоский, плоский. Это все камни, да. А ты что думала? Хотелось бы, чтобы 40 килограмм было побольше. Не-не, не этот. Вот этот. Может и не хватит их сейчас? Посмотрим. Жесть. Не, мам, ну если не хватит, надо корпус собирать. Иначе банка золотая будет. Ну, помыла в том, ну ничего себе. Ну... Наверное, да. Черт, я боюсь. Такой вот у нас вышел тетрис. Мы ужасно замучились. Хотели бы сказать более нецензурное слово, но нельзя. Будем использовать пену миус коричневого цвета. У нас также с собой есть миус серого цвета, если этот нам не понравится. Но, вроде как, камни ближе к коричневому. Сейчас посмотрим. А, возможно, вообще их смешаем. И начинаем заполнять щели. И начинаем заполнять щели. 剛-синий. И начинаем dalam. Вот такая штука у нас получилась. Сюда ушло, пока что, 2 баллона пены. Это достаточно промежуточный вариант. Я думаю, уже понятно, что мы задумали. Прошло около 10 минут. Верхний слой пены застыл, превратился в такой жвачкоподобную массу. И теперь мы начинаем вот эти вот швы мять, выгоняя из них воздух. Сгоняем вовнутрь, создавая изначально задуманный рельеф. Мы не везде будем так мять пену, в некоторых местах будем обрезать. Но в местах, где швы, лучше сделать так. Еще не полностью. Особие, как не надо обращаться со скребком. Я поняла, в чем суть данного хардскейпа. Извести 60 килограмм камней. Сто пудово. Все ради этого. А вот так выглядит процесс за кадром. Обрезанные пены. Молоток из зубила. И коробка камней. На самом деле, классно, когда есть большое количество материалов. И еще один момент, почему мы выбрали дракон. Он легко крошится. Но тоже есть дракон разный. Есть дракон, который крошится так, как вам надо. А есть, который распадается на разные части. Не очень удачно. Начались муки творчества. Чувствую, так мы встретим рассвет. Сейчас расскажу немножко о задумке. Это будут как бы острова каменные. Из камня дракона. В данном случае используется. А вот то, что Георгий химичит, это кокос. Это не просто кокос. Сейчас я подойду поближе. Давай. У тебя микрофон-то. Вот, на груди. Это смесь соды и кокоса. Сода дает щелочную реакцию. Кокос армирует все это дело. И заливаем этот циокрином. Циокрин должен быть жидкий. Мы взяли целую партию клея. И часть из бутылочек оказались с густоватым циокрином. Он плохо проникает в такую штуку. Пошла реакция. Пошел дым. Реакция идет с нагревом. Ну и в принципе все. Уже можно. Видите? Уже схватилось. Конечно, много ненавишешь. Да, лучше не дышать, ребята, этой штукой. В общем, технология такая не секретная. Камния используется в разных вариациях. Ну, то есть, материалы для склейки можно использовать разные для сцепки. Много, конечно, так не понавесишь камушков. Но наша задача сейчас украсить вот такими зубообразными камнями все, что мы здесь понаделали. Было бы наивно полагать, что все так просто. Поэтому местами мы будем помогать себе силиконом. Прошло два с половиной часа. Сейчас уже пол третьего ночи. Мы все еще делаем хард. Ты счастлив? Я уже почти сплю. Ну, мы близки к завершениям. Так, вроде бы закончили. Сейчас пол четвертого утра. Приступили мы в районе 11. Так что вот так израсходовали сюда еще пол коробки камней. Нет, мы в этом ходили целую коробку, потому что я брал полторы. Полторы ты брал. Какой кошмар. Короче, ребята, 60 килограмм камней. Перед вами 60 килограмм камней. Но это, наверное, самый сложный хард, который собирал Гоша. Да, Гоша? Наверное, да. Самый долгий, наверное. Я так подозреваю. Ну что ж. Вот и все. Мы заливать уже не будем. Давайте в следующий раз. Надеюсь, вы нас простите. На самом деле, мы здесь уже третий раз возимся. Честно говоря, какая-то страшная манита с этим проектом. Очень много всякой грязной работы. Просто неимоверной и монотонной. Уже хочется запустить поскорее. Поскольку проект, как выше уже говорилось, бюджетный, фильтр родной, джибелевский, который здесь жил в галерее, стоял он очень долго, невключенным. Вот мы его разобрали. Сейчас будем мыть. Весь мат оставили за кадром. Сейчас проверим, работает ли голова. Сойдет. Первое время сойдет. Мы вот скрутили такую забавную штуку. Это у нас будет насос опрыскивания, грубо говоря. Это электромагнитный клапан, который будет напрямую от осмуса открывать и закрывать. И таким образом будет проходить опрыскивание. Это вместо насоса, чтобы не ставить систему опрыскивания. Но пользоваться такой штукой надо с умом и уже умеючи. То есть это подойдет только для длинных опрыскиваний, не для кратковременных. Поэтому на бум ставить не рекомендуем. Лучше все-таки пользоваться насосом, если у вас недостаточно опыта. Не знаю, видно ли что-нибудь. Ну, в общем, короче, вот этот насос. Не насос, это клапан. Клапан, да. Разные вещи. Запомните раз и навсегда. Насос и клапан – это разные вещи. Вот наш многострадальный фильтр. Ну, вот получается, видите, такой здесь как бы напор получается не такой сильный, как при насосе. Сейчас пузыри еще выпустить. Сейчас еще будет воздух радостно выходить. Получается, не такая интенсивность, но вполне рабочая схема. Видите дырочку? Это не просто дырочка. Это дырочка со смыслом. Короче, в нее будет воткан-то туман. Мы наконец-то решили его тоже поиспользовать в проектах, так чтобы вы его увидели. Сейчас будет его установка. Туманчик у нас вот такой. Весьма он был. Долго-долго он служил на наших маленьких хищниках, которые стояли здесь. Недавно уехали к клиенту. Вот. Ничего хитрого в нем нет, но он нам еще послужит. Да. Нормально, да, прорезет ли? Нет. Нет. Сейчас мы подключим только внешний фильтр. Ничего не будем сажать. Может быть, только мох посадим. Чуть-чуть совсем. Это связано с тем, что мы уже делали на этих камнях полидариум недавно, вернее, водопад. И, в общем, у нас как-то не очень хорошо отреагировали растения. И одна из возможных причин, это все-таки то, что камни какие-то другие, они те, которые мы убрали до этого. Мы взяли в этот раз в другом месте. Мы решили не рисковать, а дать время всему выстояться. Так выглядят сточные воды. Ну что, мы помыли, сделали промывку и запускаем внешник. Два раза промывали. Третий раз стало лень. Само промывается. Надо направление изменить. Первый проходцы. Все они с расходой. Ну что, ребят, мы посадили немножко экспериментальных растений. Честно говоря, не надеемся, что они выживут. Это так, потому что они у нас были. Тут немножко мха. И пилидепресса. И ричья. В следующий раз, надеюсь, что мы уже все посадим. И засыпаем дно. И проект будет завершен. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Я таким, наверное, за могильным голосом говорю. power. Угу.